Чебоксарская команда стала призером всероссийского проекта «Минифутбол в школу». Юные спортсмены вернулись из Москвы с бронзовой медалью. О своем пути к педесталу почета ребята рассказали главе «Чуваши». Далее подробнее. Мы любим спорт! Спорт – это мы! Спорт – это норма жизни! Ура! Пока еще не звезды футбола, но уже пример для своих одноклассников. Школьная команда из Чебоксар прошла по-настоящему непростой отбор. Тренер юношей говорит, что выход в финальный этап висел на волоске, но помогла верная тактика. На последних минутах на поле вышел вратарь. И за 15 секунд до конца забил не решающий гол, а сравнял игру. Счет 2-2. И матч перешел в серию пенальти. И вот как раз мы их по пенальти обошли. Ваня там тоже отразил. Можно сказать, героем там у нас хороший такой. Иван Захаров и действительно стал героем турнира. По итогам игр его признали лучшим вратарем. Старался, чтобы нам гордились родители, нам гордилась школа. В пенальти же нам очень повезло. Я поймал два удара. Позиция была очень убойная, 5 метров там. Очень было сложно сориентироваться. Так Иван рассказывает про игру за бронзовые медали. Школьники из Чебоксар взяли верх над сильнейшим противником команды из Ставрополя. Все команды равны. Все были сильными. И хотели быть первыми. Я считаю, что нам помогла сплоченность, поддержка родных. В 61-й школе футболом увлекаются и девушки. В этом году женская команда стала дебютантом турнира. И получила путевку на окружной этап. Я думаю, что у них все впереди. Сейчас у нас занимается где-то 200 ребятишек футболом. У нас есть футбольное поле со специальным покрытием. Ну, все, что от нас зависит, максимально мы предоставляем условия для занятия. Не только футболом, у нас и волейбол культивируется. Глава региона отметил, что развитие футбола – приоритетная задача. Только в прошлом году в муниципалитетах для тренировок обустроили 10 современных площадок. Призерам всероссийского турнира помогут купить новую экипировку. Когда вот такие результаты есть на федеральном уровне, все жители Чувашии радуются за вас. И практически это показатель вот этой командной работы, которая у вас есть. Потому что не одним годом это получается. Нужно стараться стремиться. Приятный бонус к медалям и кубку – памятные часы от главы региона. Впереди у ребят плотный график тренировок и экзамены. В учебном процессе даже для чемпионов не делают поблажек. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев и Борис Андреев. Республика.